Я работник РМК Березюка Ольга Вячеславовна. Работаю в лаборатории 20 лет. Мы здесь работаем последние 2-3 года под руководством Конева. И у нас все нормализовалось. Заплатили нам зарплату, нормально платят. Стабильность какая-то появилась. Я тоже почти уже 20 лет на предприятии. Тоже были сокращения очень, не выплачивались деньги. Сейчас это стабилизировалось, мы вовремя зарплату получаем. У нас поверяем вовремя свои медицинские инструменты. Ну, стабильность какая-то есть в завтрашний день. А если мы сейчас остались без всего, мы будем на улице. Последние 2 года работала даже нормально, какая-то есть стабильность. Но главная зарплата и стабильность. Мы работники АПРМК 2-го цеха. Рулон крутим. Мы не хотим, чтобы закрывался завод. Потому что сейчас только начали нормально работать. Стали стабильно работать, зарабатывать. Авансы, зарплаты вовремя. Задержек нет. Не закрывайте завод. Наш завод, существующий с 1947 года, был самым лучшим предприятием в резервуаростроении, в том числе обладатель премии в области качества, один из всех, который получил эту награду. Но так случилось, что завод оказался в банкротстве. За все время банкротства много процедур прошло, в том числе смена одного управляющего, второго управляющего. Самое главное у людей, в последнее время появилась надежда на какую-то стабильность в работе. Потому что в последнее время завод начал работать стабильно, выплачивается зарплата регулярно, без задержек, как это было раньше. На несколько месяцев было это, и была какая-то неуверенность у людей. Сейчас у людей появилась уверенность, и в завтрашнем дне. Вот эта статья, которая вышла сейчас в интернете, те надежды, которые у нас появились, она нас как-то под... Дестабилизирует. Дестабилизирует. Дестабилизирует, и подрубает ту уверенность, которая у нас появилась вот при последнем управляющем, который был. В этой статье управляющий дает интервью и говорит о том, что через три недели могут нас полностью закрыть. И мы, конечно, категорически против, потому что мы откатываемся по этому решению еще на несколько лет назад. То есть в начало нашей деятельности, когда мы объявлялись... Забота объявлялась банкротом, и получается так, что оставшиеся люди, больше 240 человек, а остальные будут на улице и будут без работы. Предыдущий банк, это конкурсно-управляющий. То есть у людей не было ни перспектив, ничего. То есть завод вяло существовал, перебивался с заказов, ни заказов. То есть с приходом Конева, то есть есть... Происходят долгоиграющие контракты заключаются. То есть есть перспектива, есть люди получают зарплату, видят, что они идут на работу для того, чтобы зарабатывать и зарабатывают деньги, а не для того, чтобы работать. На самом деле человек относится очень щепетильно к тем вопросам. То есть аттестация сварочных лабораторий, то есть аттестация всех технологий, все это... Деньги идут не только там, что на стабилизацию, а на развитие. И на самом деле, то есть люди знают, что они 15-го числа получат аванс. На поддержание будущей работы. 30-го числа они получают аванс. И это стабильно, то есть есть свет в глазах. Регион, он же не основной кредитор, судя по тем выступлениям, которые Конев делает. Которое в статье написано. Регион, он не основной кредитор. Кроме него есть и другие кредиторы. И нельзя сейчас на предприятии, на таком, который на самом деле с 47-го года работает, и я могу сказать, что у нас здесь и семейственная преемственность идет. То есть у меня сын здесь работает, я здесь работаю уже давно. И сейчас 200 человек просто-напросто выгнуть на улицу из-за чего? Из-за того, что регион хочет решить свои какие-то амбициозные вопросы. Это неправильно. Да. И это же, опять, если смотреть, это все решается через арбитражный суд. Как-то основной конкурсно-управляющий Конев. Почему не рассмотрели процедуру продажи именно ту, которую предложил конкурсно-управляющий, который действует, который развивает предприятие, который живет этим предприятием? Регион, как по статье, давайте посмотрим. Регион приходил к нам, он у нас работал. Мы знаем, что такое регион. И при регионе у нас не было таких. То есть они свои меркантильные интересы рассматривали, получали прибыль. Они получали прибыль, потому что они свои заказы завозили туда. Что сейчас в Самаре творится? Предприятие банкрот, сколько оно банкротится? Это резервуарный завод. Посмотрите на него. Это статистика. Это уже предприятие тоже было градообразующее, как и наш завод градообразующий. Вы сами должны представлять, 800 человек сократит предприятие до 250 человек. 500 человек куда-то ушли. Если сейчас будет какой-то опять спад, опять какой-то сбой будет, закроют предприятие, и после этого окажется, что это ошибочное решение, а не приняли, мы просто-напросто можем не возродить это предприятие. Мы найдем тех специалистов, которые уйдут. И предприятие, их 5 или сколько, Федорович, было в стране, которые изготавливали резервуары. Основные. В бывшем Советском Союзе 7. 7. Сейчас сколько осталось? Сейчас Новокузнецкий, мы и Самары. Самары в банкротстве. Новокузнецкий, у него резервуары это не профилирующие. То есть у него, грубо говоря, 2-3 предприятия, которые могут выполнять. Очень обидно, что судьбу саратовского предприятия решает иногородняя организация, которая к Саратову никакого отношения не имеет и совершенно в развитии нашей области не заинтересована. То есть очень много мы уже видели в прессе статей о том, что наше правительство нашей области заинтересовано в том, чтобы развивалась промышленность, открывались рабочие места, уж по крайней мере, чтобы они сохранялись. Но вот это решение, оно совершенно идет вразрез с политикой области. То есть оно буквально, вот сказали о том, что наше предприятие мало того, что оно уникальное, но у нас еще есть, кроме того, мы работаем сейчас не на полную мощность. То есть мы имеем заказы, но наши возможности гораздо больше. То есть сейчас после всех оптимизационных мероприятий, которые проведены именно во времена конкурсного управляющего Конева, они сейчас нам дают возможность стабильной работы. То есть были сокращены все ненужные затраты, да, то есть мы дошли до определенного, ну так сказать, минимума, да, который нужен для того, чтобы работало предприятие, но наш потенциал гораздо больше. То есть если бы мы работали с полной загрузкой, мы бы могли создать рабочих мест в три раза больше, чем имеем сейчас. То есть убить это предприятие, это заранее, так сказать, убить вот потенциальную возможность создать рабочие места. Понятное дело, что для организации Самары эти интересы, они вообще ни о чем не говорят, они ничего для них не значат. Там только вопрос именно денежный стоит. Вот деньги им нужны, а то, что здесь будет без работы такое количество народу, им совершенно неинтересно. И опять мы ворачиваемся к тому, что вот предприятие должно ритмично работать. Сейчас ставится вопрос о полном закрытии предприятия. Любая вот такая вот информационный, вот такой информационный повод опять людям, которые здесь вот не варятся, да, то есть потенциальные клиенты, что скажут, что с ними связываться, у них не поймешь, что завтра будет, да. То есть сегодня они так, завтра так, послезавтра, может быть, они вообще откажутся от всех заказов, плюнут и все ворота закроют на замок и уйдут домой. А кто будет возмещать убытки? Это потенциально очень вредно для будущего завода как предприятия и вообще для его хозяйственных связей. То есть чем дольше мы будем в этой болтанке находиться, тем хуже для нашей репутации. У нас есть заказы, и заказы они не только, то есть это и Туркмения, и Казахстан, импорт. Как можно так закрыть работающие предприятия? И, кстати, характерно то, что регион привлекает к реализации имущества именно финансовую компанию, далекую от производства, которую, собственно говоря, кроме финансовой выгоды ничего не интересует. А тут под шумок, пока еще, как говорится, никто не сориентировался, давайте быстренько разграбим то, что осталось. Но это, грубо говоря, приведет к тому, что промышленное направление резервуара строения будет убито. Просто-напросто. Вот это ритмичное изготовление и ритмичная, будем так говорить, деятельность предприятия, она обеспечит качество выполнения выпускаемой продукции. А то, что Саша говорил, к чему ведет некачественное изготовление продукции, мы видели в Норильске. Допустим, у меня в УТК и аттестована лаборатория, и аттестованы все специалисты по контролю по различным методам. Также в других подразделениях по сварке аттестация проведена по всем технологиям, по оборудованию, по людям. И за этот период не раз проводились инспекции со стороны таких предприятий, как Роснефть, Газпромнефть. Приезжали специалисты, оценивающие нашу деятельность. И все подтвердили, что предприятие действительно готово к большой и серьезной работе. То есть у нас есть для этого все. С приходом Конева, то есть вопрос начал рассматриваться глобально. То есть не то, что там пришли ладку поставили, а подошли, то есть если уже делали, то делали основателями. Объектами. То есть это не делалось, что нужно закрыть ежеминутную проблему и все. То есть если сделали, то сделали основателями. В целом, конечно, когда предприятие в банкротстве, да, редко вообще какой руководитель думает о том, что будет дальше. Потому что банкротство – это банкротство юридического лица. А сам завод, он физически никуда не девается, да. И очень редко бывает, когда руководитель в таком вот положении завода, да, думает о том, а что будет дальше. А как мы будем после банкротства, как завод будет дальше жить. Потому что коллектив рабочих, да, вот уже сказали все коллеги, что многие люди работают здесь всю жизнь. Опыт уникальный у людей.